всем привет ребят еще раз вот сегодня хочу высказать не о ставках а у александре овечкин я уже как-то опубликовал ролик на своем канале о том что я верю что александр овечкин преодолеет вечный рекорд военно-грецкий по количеству голов за всю карьеру нхл вот и очень много комментариев было под этим роликом и тогда принципе никто не верил у меня тогда закрылась надет что все таки я думаю алекс алекс какой называют сша может преодолеть эту планку потому что если он делает три сезона по 50 шайб в каждом то это вполне вероятно ему сейчас 34 года вот и все вполне вероятно его прошло уже сколько прошло уже там пять месяцев после того видео до или 4 месяца тогда мы думали ну возможно возможно алекс там приблизиться к и нас и будет шанта сейчас сейчас скорее да чем нет сегодня вот олег алекс сделал хит-трик матч из лос-анджелеса и у него стало 40 шайб за этот сезон а всего он него 200 к 200 лет сейчас у меня 798 шайб он на восьмое место среди лучших бомбардиров инхелл за всю историю да и он вообще идет по графику этого сезона на 61 шайбу на сейчас он запицы в этом сезоне 40 уже а у нас была норма 50 шайб да а сейчас он идет уже на 61 шайбы скорее всего он он в этом сезоне забьет 60 шайб или больше и норов займет шестое место в истории инхелл до обойдет еще двух человек что может сказать общая овечкин слушайте но этот человек с очень мощным здоровьем у него не сказать что и такая великая техника до нее нет принципе техники да но не очень мощный бросок у него очень мощный бросок и за счет этого он очень много забивает допустим кучеров намного по технике по уму гораздо лучше овечкина да ну забивают или не так но но сам главный конек вообще алекса да это то что у огромное здоровье ребят у него огромное здоровье у него не бывает рамда он сам идет во многие не набор с утра у него не бывает почему не он хэл в прошлом сезоне помна два матча дисквалифицировали в этом сезоне на один матч дисквалифицировали за то что он отказался участвовать матча всех звезд за он сказал как алекс пояснил для того чтобы подготовиться к плей-офф инхэлда были все равно если пойти матча учились то возможно у алекса было больше шайб но так он сейчас забивает вообще как машина вот сегодня он забил хитрик сделал очень хитрик да вот я смотрел все три шайбы они не были после каких-то мощных кистевых бросков алекса до 1 шайба там ему давали передачу на ворота до где стоял ворота и у нее не получился бросок у него такой такой корявенький бросок и он это шайба залетела если бы был полноценный бросок на она вряд ли бы это шайба попала ворота вот это был первый гол второй гол и там был как бы сказать он брать бас поворотом бросок не получился но ворота допустил ошибка выпустил и шайбы здесь крупные он добил ну это голевое четверг это конечно но это не кистевой бросок да и 3 шайба хитрик это уже в пустые ворота набил вот вот алекса сейчас 40 шайб в этом сезоне общие показали 798 шайб а у грецкие по 1000 что-то по моему 994 да алексу для рекорда грецкой осталось 196 шайб это вполне реально вполне реально да то есть если алекс еще в два сезона выдаст по 50 шайб в каждом 50 голов в каждом сезоне из этих двух то скорее всего скорее всего алекс конечно же его преодолеть сейчас скорее да чем нет еще раньше мы не верили еще четыре месяца задумали блять скорее всего нет но сейчас все таки мы должны понимать что у него здоровье большое у нее огромное здоровье пример какой дюбы вот так раз все здоровье ты просто катаешься блять время от времени бросаешь забиваешь головы да и скорее всего если серьезной травмы не будет у алекса типа бля там как свое время обр и может кто помнит такой хоккеист то скорее всего алекс побьет это вечный рекорд вообще весен хелси следить за этим в америке все следят в канаде все следят вот как я все каждый день захожу на сайт нхл да когда играть вашингтон и там первая ночь там какой рекорд у овечкина он всегда полном серьезе все там следят за алексом овечкина и там кто-то скажет что там русский всем плевать сша и в канаде что он русский насрать на это поверьте мне по полностью причем алекс овечкин это там не какой там панарин там либерал там который обсирает россию нет алекс овечка вообще входит в путинке так вам скажу то есть он полностью поддерживает путинскую команду это просто вам так как пример да там не искал что он там какой-то либерал там или там не любит россию да и из-за этого американцы любит нет ничего подобного его американцы канад скорее вы должны не любить, да, но ничего подобного они его обожают там, просто обожают, вот поэтому, все-таки все-таки США и в Канаде ценят игроков, если ты игроков, плевать кто-то, там русские американец, канадец, там албанец, абсолютно не важен вот, вообще интересно, я очень-очень слежу за этим противостоянием Алекса и Грецки потому что все понимают, что сейчас идет противостояние Алекса Овечкина с вечным рекордом, ой, на Грецке, это очень интересно, все следят, то есть не только я, я уже слежу за это за этим блин, я с марта прошлого года уже слежу за этим еще тогда у меня уже вкралась такая сомнение, а не побьет ли Алекс этот, тогда еще никто не верит, что это все хуйня, но тогда я уже, у меня вкралась, и вот как после каждого матча Вашингтона, я утром включаю интернет, я хожу на сайт смотрю, как там Вашингтон сыграл вот, интересно за этим смотреть, ну и вот всем рекомендую так же, всем пока, пишите комментарии что думаете, побьет ли Алекс вечный рекорд Грецкий или нет